Мои хорошие, всем огромный привет! Сегодня у нас будет краткий обзор основных трендов инстаграмной обработки фотографий на сегодняшний день. Она существенно изменилась с последнего момента, когда я снимала подобное видео, это было где-то пару лет назад. Так что очень надеюсь, что вам будет интересно, тем более, что тему для этого видео подкинули мне как раз-таки вы. В целом тренде естественные фотографии без каких-либо фильтров, без какой-либо цветокоррекции, по крайней мере без явной видимой цветокоррекции. Даже, я бы сказала, слишком естественные фотографии, то есть фото, якобы сделанные на скорую руку или опять же с эффектом того, что они сделаны на скорую руку. То есть если раньше были в тренде больше постановочные, такие сложно выстроенные фотографии с неестественными позами, доведенные до такого, знаете, идеала, то сейчас это все ушло, ушли вот эти сложно сочиненные флетлеи, раскладки, если по-русски. И даже если они есть, но это я сейчас, конечно, говорю именно вот о современных модных пабликах, о популярных аккаунтах инстаграм-блогеров на данный момент, о том, что сейчас именно заходит. Понятно, что есть всякое, выкладывают всякое, всего хватает. Но если мы говорим именно о стильных вот этих раскладках на данный момент, даже если они есть, они тоже идут с эффектом, сделанных на скорую руку. То есть как будто бы вот на столе все так и было, и вы просто решили мельком щелкнуть этот творческий симпатичный беспорядок. Также сейчас очень актуальны смазанные фото. Смазанный эффект делает фотографию более живой, более непостановочной, добавляет видимость какого-то движения, что ли. Я просто обожаю смазанные снимки. Также это немного расфокусированные снимки, особенно если на вас, например, надето что-то блестящее. Это будет очень круто и так гламурно смотреться на немного расфокусированной фотографии. Или когда, знаете, специально наводят фокус не на главный объект, а, например, на задний план, и передний объект, он как бы размывается. Но, опять же, здесь очень важна композиция в целом фотографии. Не всегда это будет смотреться прикольно и стильно. Если раньше приветствовались снимки, сделанные преимущественно при естественном освещении, все такие светленькие, то сейчас, наоборот, больше в тренде темные фотографии, сделанные, например, со вспышкой, сделанные при искусственном желтом освещении. То есть, если раньше фотки всячески там выбеливали, поднимали экспозицию, то сейчас, наоборот, добавляют температуру и понижают экспозицию. Кстати, если вдруг вам интересно, если это видео хорошо зайдет, я могу отснять один или, может быть, даже парочку уроков по обработке фотографий, поделиться своими фишечками, лайфхаками, как делать эффект винтажных фото, смазанные фото, фото, сделанные якобы на пленку. Какие-то, может быть, новые приложения для вас открою. Я просто не знаю, насколько эта тема вообще на данный момент актуальна, поэтому обязательно дайте мне знать в комментариях. Также в моде суперзумированные фотографии. То есть, не когда вы, вот, к примеру, подходите близко-близко к зеркалу, да, и делаете фотографии, а когда вы издалека намеренно на телефоне очень сильно приближаете фото. Это, конечно, портит качество снимка, хотя как раз-таки в этом и есть своя фишка и своя эстетика, но особенно мне этот способ нравится тем, что с ним меньше искажаются пропорции. И, к примеру, когда вы фотографируете таким способом кого-то со стороны на улице, создается эффект таких, знаете, репортажных снимков 90-х годов. Ну или не репортажных, а как это называется, когда вот селебритей со стороны так издалека фотографируют. В общем, это дает какую-то живость фотографии, опять же. И изумировать также можно, там, какие-то части тела, например, глаз, губы, какие-то детали одежды, украшения. Это тоже все сейчас очень хорошо заходит. Еще один тренд, который отлично заходит по моим наблюдениям и даже по моему опыту, это коллажи, составленные из 4 или из 9 фотографий, либо дублированного, то есть одинакового, знаете, изображения, либо из разных фотографий, но одной серии, например. И как еще отдельный тренд, выделила бы надписи на фотографии, либо это уже готовые логотипы, например, там, Vogue, не знаю, Givenchy, Balenciaga, да, либо это просто какая-то надпись красивым стильным шрифтом. Про коллажи и про фотографии с надписями тоже, если вам интересно, расскажу в видео с уроками обработки. Так что обязательно дайте мне знать в комментариях, интересно ли это вам. Ну а на этом видео подходит к концу, я очень надеюсь, что оно хотя бы чуточку оказалось для вас полезным, что вам было интересно, что вы хорошо провели время со мной. Кстати, жду вас у себя в своем инстаграме, там я появляюсь намного чаще, и если вы по мне вдруг скучаете, то можете найти меня там. Ну а я с вами прощаюсь до нового видео, всем желаю отличного настроения, отличного дня. Субтитры сделал DimaTorzok